Приветствую, онлайн-вориоры. В данном ролике хотелось бы поговорить о любимчике Адабуна, или же почему Скорпион самый нищий персонаж в Mortal Kombat 1. Чтобы более детально разобраться, почему же огненный ниндзя такой слабый, то для начала я думаю стоит поговорить про основные удары и специальные приемы Скорпиона, а затем закрепим это все геймплеем. Итак, у Скорпиона крайне слабые базовые атаки. Его основная джеб-серия состоит из трех ударов и первые два высокие. Разумеется, они не попадают по противникам, которые сидят без блока. Это влечет за собой постоянное огребание тычек или апперкотов от персонажей соперника. Можно, конечно, сказать, что второй удар в серии имеет отличную дальность, но какая разница, если он высокий? Да и к тому же очень долго стартует. Пока вы замахнетесь к усарегам и неприятель вам уже ноги переломает. Полноценная серия вовсе имеет дыру перед последним ударом, как под чистый, так и под верхний блок. Это делает использование серии против опытных противников полностью наказуемой. В итоге получается, что основная джеб-серия, можно сказать, чуть ли не худшая в игре. Подойдет разве что для наказания противников за их небезопасные действия. Говоря про уязвимости персонажа, большинство серий Скорпиона имеет дыру под броню. То есть противник может влететь с армором и наказать Скорпиона за то, что он просто нажал свою серию. Я понимаю, что уязвимости под броню это действительно необходимая вещь, чтобы в игре был некий слой мангеймса. То есть противник нажимает дырявую серию, а мы, например, туда влезаем с армором и перехватываем инициативу. Но и также неприятель может не доделать свою атаку и наказать нас за поспешные действия. В общем, это действительно угадайка в игровом процессе. И возвращаясь к Скорпиону, то я действительно не особо понимаю, зачем в таком количестве добавлять уязвимости в его серии ударов. Ведь атаки Скорпиона не дают каких-то плюсов, угадаяк, это обычные удары, которые к тому же при попадании в блок всегда отдают инициативу противнику. К слову о уязвимостях. У меня есть бусти, и там я выкладываю различные эксклюзивные видео, которые могут помочь вам лучше узнать игру. Так что если у вас есть желание поддержать мое творчество платной подпиской, буду благодарен. Ну и вам, не нужно будет сидеть в тренировке, что-то там искать, все уже готово. Так, а что там по Скорпиону? Следующая критическая слабость персонажа это практически полное отсутствие мидов, то есть средних атак. Да, конечно, в арсенале огненного демона есть тычки и подсечки, но это далеко не ключ к победе. Основная мид серия Скорпиона, хоть и имеет неплохую скорость и бесплатно позволяет подкинуть персонажа соперника в воздух для проведения комбинаций, но, к сожалению, второй удар в данной связке атак высокий. А это значит, что противник вполне спокойно накажет Скорпиона на полное комбо, просто присев без блока перед завершающим ударом. А это чуть ли не ключевой недостаток персонажа. И в данном контексте я постараюсь объяснить подробнее. Так, для начала необходимо сказать, что в Mortal Kombat 1 нельзя с некоторыми исключениями подтверждать единичный удар. Наглядно рассмотрим пример. Смоделировав ситуацию, где соперник нам нажимает безопасную серию и не хочет отдать ход. В общем, пытается мышануть в свой минус. Мы, как игрок за Скорпиона, стараемся забрать ход и наказать неприятеля на полное комбо за его неуважение к фреймдате. Но мы не можем это гарантированно сделать. То есть у Скорпиона отсутствует возможность вынести неприятеля на полноценное комбо за его непочтительность. И знаете почему? Все просто. Мы физически не имеем возможности успеть отреагировать на успешное попадание по противнику единичным ударом. И продолжить в завершающую атаку, подкинув противника на полное комбо при игре за Скорпиона. В такой ситуации придется выбирать. Либо мы безопасно нажимаем голую коленку и почти ничего с этого не имеем. Или рискуем полной серией, держа в голове мысль о последствиях. Что с нами будет, если противник ничего не нажмет и просто присядет без блока перед завершающим ударом? Отсюда также вытекает новая проблема. Уронив персонажа соперника на землю, у Скорпиона отсутствуют какие-либо действительно полезные возможности продолжить наступление на неприятеля. Так как большинство наших атак высокие, а единственный мид дырявый, то нам попросту нечем навязывать прессинг. То есть противник, поднявшись с земли, спокойно нажмет тычку и ничего критического для его здоровья не будет. Ведь Скорпион не может гарантированно и безопасно проявить давление по противнику. И в случае его агрессии на вейкапе выполнить полное комбо. Выходит так, что использование дырявой мид серии пригодится только для наказания противника, где мы действительно уже видим ошибочные действия соперника. Во всех остальных случаях использование данной комбинации ударов будет довольно опасным. Хотелось бы отдельно поговорить о телепорте Скорпиона. В Mortal Kombat 1 наземный телепорт адского ниндзя чуть ли не дерьмо. Он ничего не дает, кроме смены стороны, разумеется при успешном попадании. Ну и да, имеется возможность проводить комбинации с помощью камео. Однако это же просто комбо, а не инструмент для прессинга или каких-то разводок. Усиленная версия поинтереснее, но все так же слабая. Скорпион банально не может за любой шорох противника влететь ему в спину и вынести на полное комбо. Просто потому, что усиленная версия телепорта это всего лишь отмена. То есть телепортацию мы можем отменить в воздушную атаку и все такое, но время-то тикает. Пока мы увидели, что противник, например, выстрелил в нас чем-то долгим, полетели, потратили метр, отменили удар ногой, ну и как бы все, уже поздно. Противник восстановился и ни о каком наказании речи быть не может. Это далеко не телепорт Скорпиона из Mortal Kombat 11. Там он был единым целым, где с одного попадания можно было выйти на полное комбо, а тут, ну я думаю, вы понимаете. Разумеется, у Скорпиона в арсенале имеются хорошие удары и способности, но их не так много. И, разумеется, для увеличения силы персонажа этого явно недостаточно. Да, есть отличная серия ударов, которая позволяет наказывать неприятеля на промахи с полноценной возможностью выйти на комбо, но это чуть ли не единственный именно хороший инструмент Скорпиона. Сносный антиэйр, быстро сбивающий противников с воздуха, хороший армор, разумеется, комбить с него нельзя, так что он просто норм. Гарпун, и на самом деле я считаю в этой игре он довольно сильнее предыдущих. Он быстрый, позволяет проводить комбинации без затрат на ресурсы, ну и присесть без блока у неприятеля не получится, ведь усиленная версия средняя атака. Вообще, Скорпион Mortal Kombat 1 действительно нищий персонаж. У него нет каких-то прям крутых атак или специальных приемов, способных полноценно перевернуть ход битвы. Миксапов, что поставит противника в неловкое положение, заставляя угадывать действия Скорпиона. Урон, ну не сказать, что прям много, да, он хороший, но удивить кого-то им в игре не особо-то и получится. В целом, играть за огненного демона действительно сложно. Крайне непросто вскрывать противников. Атаки персонажа довольно предсказуемые и постоянно отдают ход, то есть ни о каком прессинге и речи быть не может. Броски, да не особо помогают, неприятель и сам будет не против, чтобы его бросили. Ведь захват Скорпиона оставляет персонажа в нейтральной позиции, что как бы заставляет адского демона вновь подходить к противнику. В общем, все, что может Скорпион, это терпеть и ждать своего момента, чтобы переиграть противника в нейтрале, наказав его за критические ошибки. Однако такая победа будет явно непростой. Говоря о Камео, то, к сожалению, по моему субъективному мнению, я считаю, что некоторые напарники для Скорпиона не сказать, что прям сильно возвышают персонажа в силе. Скорее наоборот, они просто делают бойца более тупым и скучным. Что-то там покрутил, накакал, засейвился, ну и так далее. Вот такой получился видосик. Напишите в комментариях, а что вы думаете о Скорпионе или кто, по вашему мнению, самый слабый персонаж в Mortal Kombat 1. Ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях, задавайте любые вопросы. Все это очень помогает в продвижении канала. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok